Приветичи! Это Гидронир, и мы сегодня едем покупать одну огроменную штуку. Короче, поскольку с огородом у меня всё туго, я решил немного поразлечься. Мадам, с вами всё в порядке? Чё вы в доски смотрите? Дайте я тоже посмотрю. А тут сквозь доски можно смотреть. Ничего себе! Вот это ты мне новость открыла. Ладно, короче, чё я сюда приехал? Хочу продать колечко и купить каток. Мне дико интересно, что же он умеет и для чего он вообще тут создан. Подождите, а куда? Куда кольцо? А, во. А чё оно сюда-то улетело? Ничего себе, я перепугался, пересрался. Всю ночь работал над этим кольцом. Так, значит, денюжки у нас в кармашке. И сейчас всё это практически... Да почему всё выкидывается как-то странно? Понять не могу. Вот. Три тысячи монет. Это огромная куча бабла. И вся эта куча бабла сейчас улетит вот сюда. Так, надо вначале почитать, что это. Гидрокаток. Медленно движущийся автомобиль для выравнивания почвы. Можно поднимать и опускать каток. То есть, если я правильно понял, сейчас мы... Вот так вот деньги кидаем. Покупаем. Садимся, значит. Ёлки-палки. Вот это зверёныш. Вот это да. Вот теперь я похож на тракториста. Ну, поехали. О, как он медленно ездит. Так, мы можем опускать и поднимать. Как это всё дело? Вот. Вон оно чё. О, у нас тут ещё замочек есть. Может, туда чё складировать можно? Подождите, 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 подождите. Да я... Да я залезу. Ну-ка. Не, ничего не открывается. Это так, для красоты. Пытаемся заехать в гору, но нифига не выходит. Это фиаско, братан. Знаешь, о чём я подумал? У меня сейчас опущенный каток. А если я его поднимаю, то я должен быстрее... Да, я намного быстрее еду. С поднятым катком. Может, тогда я сейчас заехать смогу? Скорость побольше вроде. Давай! Давай, ты можешь, ты же трактор! Есть! С горем пополам, но заехали. И вот сейчас мы посмотрим, чё мы тут можем повыравнивать. Опускаем, значит, каточек. Вот и поехали. Чё-то там выравнивается. Нифига себе. Прилично так выравнивается. Короче, это типа... Грабли только масштабнее. Грязевой мостик, ты не зря был создан. Поехали. Я его просто сломал. Я просто сломал этот мостик. Я его раздавил, расплющил. А вот если вот это вот здание, вот это вот... Попробовать на него наехать. Надо, знаешь, что? Убрать отсюда кирку, во-первых. Во-вторых, вот это вот. Поехали. Опускаем. Давай, 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 давай. О, божечки! Грядки нет! Нет! Мои помидорки! Мои морковочки! Боже ж ты мой! Как я так мог? Зато смотри, какая дырка у меня получилась. Как будто колодец. О! А чё я могу... Я закапываю, что ли? Ничего себе! Я эту дырку выравниваю, прикинь? Обалдеть! Я просто взял и выровнял всё здесь. То есть я не только выравниваю, но ещё и закапываю, по всей видимости. Блин, ну мой урожай, ну капец, так много всего уничтожил. Такие дорогие семена. Хотя нет, это не такие дорогие семена. Вот если бы я за фермерские монеты покупал их, то да. А так ладно, не страшно. Короче, всё вот так вот я делаю. Надо заново садить. У меня же больше томатов нету, но есть морковка. И есть вот такая вот чудесная штука. Мельница называется. И я сейчас хочу её вот тут вот подключить. Подключить. Хотя можно даже и вот тут её попробовать подключить. У меня насос есть. Теперь втыкаем вот эту вот штуку. Во! Работает! И теперь перемалываем нашу морковку. И тем самым мы должны получить семена. О! Вот тебе и семена. Пожалуйста. Отличненько. Смотри, вот я получил. Да, два семечка. Ага, всё, нам больше морковок не надо. Эти оставляем. А за томатами придётся съездить всё-таки. А на чём съездить-то? Блин, я ж на катке сюда приехал. О, чёрт. Придётся на своих двух, да, квадроцикла топать. О, мадам! У вас же не было квеста. Вы же в доске смотрели. Она просит томатный суп из восьми помидоров. И взамен она мне даст восемьдесят шесть. Конечно же, я беру. Вы что? Я вас так долго искал, мадам. Вообще какая-то проблема с квестами на фермерские монеты. Так что я дико ряд, что они... О, там ещё чувак стоит. Пойдём заедем к нему. Узнаем, чё он хочет. Может, тоже супчика? Здравствуйте, мистер Бледность. Тьфу ты, ёлки. Он тоже хочет супа, но совсем чуть-чуть. Видимо, у него денег нет. Я как знал, что ты бледный и хочешь есть. В общем, как у меня томаты вырастут, я к тебе при... Главное, не сдохни, чувак. Он такой бледный, что он реально может сдохнуть. Не дождавшись своего супчика. Здравствуй, путница. Чего желаете? Ох, ёлки. Золото, брюлики и колечечки. Да вы с ума сошли. Идите вы дальше со своими желаниями. Здравствуйте. Я тут за томатиками приехал, а то у меня там конфуз произошёл. На моих грядочках, поэтому... Да что происходит-то, почему с деньгами такие проблемы? И не только с деньгами. У меня всё норовит куда-то убежать. Нет, это мне не надо. Так, я с этим убегу. Оно исчезло, всё. Вот томатики, томатики. А можно сразу стакать? Вот томат на томат. Четыре я покупаю. Потом томатики вырастут. Я с них семечки получу и буду уже своими томатами торговать. Где там запрос бледного человека? Нет, это не то. Тут восемь помидор. Вот он, вот он запрос. С 0,5 помидорами шлёпаем сюда. Отлично. А ещё один можно куда-нибудь, как-нибудь его сюда пришпандорить? Нет. Он просто рядышком кладётся. Ну окей. Иду садить. А нет, надо вначале это. Где моя шляпа ночная? Для ночных работ. Вот. Значит, выкапываем луночки. Раз. До вас. Трис. Четыре. Ну и морковочки так же, наверное. Раз. Два. Три. Четыре. Всё. А! Не то сбросил. Садим, значит, наши томаты. Всё по-новой начинать. Ужас какой. Ну, по крайней мере, с томатами по-новой. А морковка-то чё? Единственное, что теперь это всё должно вырасти. А там-то у меня выращенные кусты были. Вот, кстати, елеечка сейчас пригодится. Это ж надо всё полить. Хотя, вроде бы, оно всё увлажнено. Так что иду спать. Да что ж, всё у меня скидывается. Каска моя волшебная. Давай взрыхнуть. Батюшки, у меня тут всё поломалось. А гаечных ключей-то у меня немало. Надо гаечные ключи покупать. Ёлы-пал. Так, стоп-стоп-стоп. Надо это всё тормознуть. Потому что дробилка того. О, отрыгнуло. Месье, не подскажете, сколько у вас гаечные ключи стоят? 53, комплект 220. Ладно, один возьму, вот этот вот. Да блин. Я всего лишь за деньгами вышел. Ну, как так-то? Вот. Спасибо. Отлично. А может быть, 37? На ещё один не хватит. Эх. Сейчас я починю свою дробильню. И будет мне счастье. Ништяк. Да чё, серьёзно, что ли? Просто отъехал назад, хотел вон на той стороне дырку заделать. И у меня снова я один томатик остался. Боже ты мой. Вот это я лошара. Если б я знал, что такая дистанция равняется. Там до катка ещё 10 шагов было. Что за день у меня такой? А, не стой ноги встал. Ладно, короче. Всё затевалось ради вот этого. Я хотел вот это вот отверстие разровнять. Чтобы его тут не было. А то я на квадроцикле тут иногда стопорюсь. Вот и всё. Ровная поверхность. Короче, каток от греха подальше. Буду здесь парковать. Ну, нафиг его. Ну, что такое-то, блин? Хотя здесь вот что-то, что-то... Да, осталось. Ты посмотри. Да ладно вам. Чё-то растёт. Ну и хорошо. Единственное, что... Да, видишь, как приподнялся уровень земли? Как это всё дело потом поливать, я не знаю. Но ничего страшного. А я-то пересрался. В общем, будем думать. Главное собрать томаты с этих саженцев. Сделать из них семена. И заново можно будет посадить. Тут у нас, кстати, всё подсохло уже. Можно и вот этот саженец, и вот этот полить. Берём нашу чудо-лейку. Наконец-то я её опробую. А, поливать надо вот по зелёненькой. Окей. Так, я там полил? Да! Оно зачиталось, как полито. Отлично! Мистер Лейкин, вы отлично справились. Тут, кстати, по саженцам можно смотреть, когда их поливать нужно. Смотри, вот морковка вот такая зелёненькая. А вот тут не политая, она такая бледненькая, жёлтенькая, можно даже сказать. Вот мы её поливаем, и она становится зелёненькой. Буду иметь в виду. Я за деньгами и зашёл, жидяра. Не мог мне просто дать на время ключик вот этот вот. Я, по-моему, денежку потом занёс. О, паньки. А вы что хоть? Супа хочешь? Конечно же, давай. Давай сюда. Да. Я тебе потом как-нибудь в будущем принесу его. И ты, что ли? Ну, нифига себе! У меня тут разнообразие пошло. Смотри-ка. Первый раз увидел чувака, который хочет в суп добавить морковку. Конечно же, конечно же. Значит, всё это надо будет нарезать и сварить. Как бы без проблем. Ну, когда это будет, я не знаю. У меня там ещё не позрело ничего. Ну, вот и ещё одно задание. Короче, на супу у меня раз, два, три, четыре. Четыре квеста и огорода нишиша. Конечно, вот саженцы уже кое-какие подрасли. О, поливать надо. Поливать, поливать, поливать срочно. Чтоб это всё быстро росло. Вот так вот, малышки мои. Давайте. У нас столько заказов. Пошустрее растите, пожалуйста. Пожалуйста, растите. Кстати, вот морковку я уже могу порезать, но пока не буду. Мало ли, вдруг она попортится. Возьму пока кастрюлю и воды сюда наберу. Она уж была раскалённая. Вот это я дал, жардак дал. Ну, наконец-таки, жутники мои, поспели. Надо сейчас взвесить и не самый жирненький томато нашему дохленькому другу сварить. Значит так, 0,5. Ой, это... Ну, вот этот, в принципе, килограммовый. Посмотрим вот этот вот. Этот слишком здоровый. Да, этот почти по 2 килограмма. Нет, не покатит. Мы его на потом оставим. А вот этот? Ну, получается, что вот этот самый маленький у нас. Да, этот побольше. Значит, вот этот вот режем и варим нашему дохленькому товарищу. Можно, кстати, и тут пошинковать. Отличное место. Тут мы куём и режем. Закидываем. О, как быстренько сварилось. Доставка свежих харчей. Я приехал. Блин, какой же ты всё-таки бледный. Так, я не понял, где суп, который я ему привёз? А, не-не-не. Всё есть. Держи. Чё так это кидаешь-то? Это у меня единственная тарелка на всю деревню. Всё, благодарствую. Если что, обращайтесь. О, гляди, у нас морковка позрела. Надо, короче, корзиночку вот эту вот сюда. Сейчас мы будем морковочку резать. Надо ещё и помидорки полить, они подсохли. Помидорочки, я бегу вас заливать. Вот так вот. Значит, нам нужно... Где это задание-то? Это не то. Не, ну... Вот. 1,5 помидорки и 1,5 морковки. Значит, берём вот этот жирненький. По-моему, он у нас 1,7. Так, да. 1,7. Шинкуем его. И надо найти потом пухленькую морковочку. Вот. Пока кладём на землю морковочка. Вот эта вот, наверное, она будет очень такая пухленькая. Кладём. 1,1. Почти 2 килограмма. Что ж. Настало время нашинковать морковку. Давай. О, какая вкуснятина. Закидываем всё это на... А, воды нету. За водой надо заходить. Тороплюсь, капец как. Пшикнуло. Всё хорошо. Засыпаем ингредиенты. И готовим. Так, я не понял. Подождите, подождите. А как эта морковка сюда не закинулась? С чего эта морковка? Вот. Поставил суп вариться без морковки. Чуть с ума не сошёл. Помидорчик. Помидорчик. У нас есть ещё один помидорка. Супчик сварился. Самый вкусненький. С морковочкой. С помидорочкой. Здравствуйте, здравствуйте. И года не прошло, как я уже вернулся с вашим заказом. Держите. Приятненького вам. Благодарю. На здоровье. 55 монеток. Здорово. Так, что у нас дальше? Тут нужно 8 помидор. Здесь 11.5 вообще. Значит, вот этот тогда берём. 8 помидорок. У меня тут как раз созрел ещё один. В итоге у меня 3 помидорки. Ещё 5 надо где-то достать. Предлагаю, короче, взять жирненький помидорчик. Наверное, вот этот тот самый жирненький у нас. Дуа, почти 2 килограмма. И вытащить из него семена. Ну-ка, сколько там семян? 2. Ну что ж, из одной помидорки 2 семечки тоже неплохо. И сейчас вот тут вот мы сделаем ещё 2 луночки и посадим. Помидор, короче, нужно очень много. Учитывая, что они не так быстро растут, как хотелось бы. Вот. Ну-ка, а если слейте и налить воду сюда? Что произойдёт? Что-нибудь произойдёт вообще? Ладно, займусь золотом. А то всё огород да огород. Надо же выковать кинжал из 200 килограммов золота. Вот мы сейчас и выясним, есть у нас тут 200 килограмм или нет. Слиточек, иди сюда. 104. Чуть-чуть не хватает. Ну как, чуть-чуть. Половины ещё. А чтобы нам продолжить добычу золота, нам нужно сделать слиток из железа. И продать его. Чтобы купить гаечные ключи для починки нашего бура. Ну мы, конечно же, не просто слиток будем продавать, а... Давай вот топор сделаем, что ли. Где там пила? Пила. Сейчас распилим тут всё. Во! Нормально. И вот у нас топор едзи. А, ну конечно же, надо раскалить все эти слиточки. А мне вот интересно, можно их в кастрюле раскалить? Блин. Ну пойдём вот золотой туда вкинем, посмотрим. Получится, нет? Получается, серьёзно, что ли? Нифига себе. Обалдеть. Реально, можно тоже раскалить. Буду пользоваться тогда и там, и сям. Куём! Давай. Вот наш топорик. Поехали его продадим. Что тут у нас по огороду, может, спалить что надо? Вроде пока... Ага, вон там надо палить. Сейчас исправим. Личко. Вот так вот. Всё, поехали. Держите топор. Нифига себе, на 1130. Неплохо. Мужик с дороги! Ого! Тебе фортануло! Я сквозь тебя как-то проехать умудрился. Вот бабки! Я кладу их сюда, а ты мне набор гаечных ключей, да? Здорово. Наконец-то! Всё, починили наш бур. Золото вновь будет добываться. Я, короче, придумал, как заправлять свой квадроцикл. Слейки! В ведро жмал воды помещается, а тут сейчас вот проверим. Раз, два, три, четыре. Вот и всё. Полный бак залил. Короче, мне стало интересно, а могу ли я распилить помидор? Чтобы несколько помидорок было... Нет, не пилиться. Я думал, как со слитками, знаешь, распилил его у тебя вместо одного, два помидора. Но, к сожалению, это получается размножение почкованием тогда у помидорок. Так, я взял такой серп и увидел, что он срезает урожай. То есть не стебли ещё что-то, а урожай. И, может быть, поэтому у меня не растут помидоры там, где я их собрал. Я их как-то не так сорвал. Надо было серпом. Ну-ка. Серп, давай. Срезай. Он... Так, я понял. Короче, там, где у нас что-то выросло, нужно срезать серпом. И заново засаживать. Вот, поэтому у меня помидоры больше тут и не растут. Ёлки-палки, как до меня это долго доходило. Жёванный ты торт. А тут, поскольку помидорка у нас не выросла, мне семечко обратно отдали. Угу. А вот тут получается же у нас всё. Да, тут всё. И тут тоже. И тут тоже. Ну, короче, как бы вот. Нужно больше семян. Ёлы-палы. А я-то думаю... И с морковкой такая же трабла, походу. Ну. М-м-м. Вон оно чё. Выходит, что мне сейчас придётся пожертвовать ещё несколькими помидорками, чтобы получить несколько семян. И, скорее всего, я все помидорки пущу на семена. Как бы семена-то вообще-то дорогое удовольствие. Я лучше сам буду семена эти производить. Ну и всё. Урожай посажен. Идём спать. Двери надо не забыть закрыть обязательно. Сейчас вот так вот лягу. О! О! Дед надо мной какой-то... А, это... Это я по трусам. По трусам увидел, что это я. Где там мой урожай? Как он там? Он растёт, не растёт, не растёт. Ему нужно время. И мне тоже. Короче, я прилично уже народу тут накормил. Так что... Можно передохнуть. Так что, если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под видео и подписаться, если ты ещё не подписался. Чтобы увидеться в следующем ролике. Так что, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»